589 человек пострадали в Украине от мин за прошедший год. Это пятый показатель в мире. Мины убивают, калечат и военных, и мирных жителей. Опасно не только вокруг прифронтовых поселков на суше. Минные заграждения установлены и в воде. Из-за этого в селе Бердянское рыбаки остались без работы, да еще и в полуразрушенных домах. Наши журналисты побывали в прибрежной зоне. Село Бердянское почти опустело. Здесь редко можно встретить прохожих. Процветающий курорт превратился в руины. Море заминировано в 300 метрах от берега. Рыбалка запрещена. Однако предупреждающие таблички останавливают не всех. Он не называет имени и не показывает лица. Приехал из соседнего села. Не боитесь-то как они? Ну, страшно, да. Вы рискуете на жизнь? А что делать? Кушать-то хочется. Но местные жители в воду заходить не рискуют. Все заминировано. В море мы никак не можем попасть. Мы остались без ничего. Без моря, без возможности выйти в море. Его семья осталась без средств к существованию. Ну, раньше сеток тут была куча. Из того, что осталось, вот осталось только вот. Пару сеточек. Все как-то живут одним днем сейчас в основном. Прожили и дай бог. В прошлом году семья Разумовых едва не погибла при обстреле. В их дом попал снаряд. За 15 минут вышли из дома. И в это время как раз мы чувствовали, что нужно, наверное, уйти. Собаки себя плохо вели. В гараж все сгорело. Осталось только три стенки. До боевых действий в Бердянском жили 300 человек. Сейчас не больше ста. В основном старики. У нас много женщин осталось, бабушек, которым тоже нужно было и хлеб принести с соседнего села. Супруги Шандер с горечью говорят о том, что у курортного села нет будущего. Как узнали, что заминировали. Теперь вообще никто не приедет никогда в жизни. Людмила и Владимир вспоминают самый страшный в их жизни обстрел. Думали, это конец. Мы попрощались, поцеловались с ней. Но ведь живы остались. Людмила Мартияновна показывает, что из разрушенного удалось восстановить собственными силами. Стены, окна и крышу перекрыли как могли. Куда тут зимовать? Родненькие. Куда? Если она вот тут упадет. Вы же видите, она сыпется шлак, сыпется вот. С подобными проблемами сталкиваются тысячи жителей прибрежных поселков Азовья. Виктория Чистюхина, Ростислав Сысой, Владимир Конопля, Евгений Якунин. Специально для телеканала «Донбасс». Ростислав Сысо, Владимир Конопля, Евгений Якунин.